В Печенском районе продолжается поиск инвесторов, готовых занять помещение закрывающегося плавильного цеха. Оператором конкурса является центр «Вторая школа», руководители которого поделились предварительными результатами. Большая территория с готовой инфраструктурой и инженерными коммуникациями. Тем, кто решит занять территорию или часть площади плавильного цеха, не придется тратиться на дорогостоящие работы. Плавильный цех инвесторам компания «Норникель» готова передать в аренду или собственность на льготных условиях. Конкурс долгосрочных бизнес-проектов подразумевает и другие мироподдержки. Это льготы на материально-технические ресурсы, предоставление субсидий на оплату процентов по банковскому кредиту, софинансирование бизнес-проекта. Компания говорит о том, что если то, что будет производиться на этом производстве, будет интересно компания «Норильский никель», то это будет реализовываться и «Норильским никелем» в том числе, то есть будет производиться закуп того, что будет выпускаться. К инвесторам тоже есть ряд требований. Участвовать в конкурсе могут только резиденты Российской Федерации. Предприятие в случае победы должно быть зарегистрировано в Печенском районе и предоставлять работу местным жителям. Само производство должно быть экологичным. Впрочем, рассматриваются не только промышленные предприятия. Мы проговаривали возможность открытия площадок под киностудией. Есть интерес. Опять же, сейчас ведутся переговоры с серьезными заинтересантами. Мы надеемся, что это выстрелит, и большой инвестор придет на нашу территорию, придет в помещение плавильного цеха. Большая группа режиссеров и продюсеров приезжала в «Никель» с экскурсией. Представители киноиндустрии отметили, что территория плавцеха могла бы стать площадкой для проведения культурных мероприятий. По какому сценарию будут развиваться события, станет понятно после подведения итогов. Объявление полуфиналистов запланировано на 12 ноября. Вся подробная информация о конкурсе долгосрочных бизнес-проектов есть на сайте Центра «Вторая школа».